Фонд Анапского археологического музея пополнили древние пантикопейские монеты. Такие ходили во II-IV веках до н.э. По словам сотрудников музея, монеты нужно чистить и восстанавливать. На это уйдет несколько месяцев. На древние экспонаты жители и гости курорта смогут полюбоваться во время новогодних праздников. Монеты передал в дар человек, не пожелавший называть свое имя. Известно лишь, что это анапчанин, археолог и бывший сотрудник музея. Все предметы фондов Анапского археологического музея составляют 23 тысячи. То есть мы практически удваиваем свои фонды. И в один день мы получаем 22 тысячи монет. Это один из самых больших кладов. Я уверена, что на всей территории Краснодарского края, в музеях, всех музеях Краснодарского края, такого клада нет. И то, что мы получили, это на самом деле, ну это такой подарок божественный для музея, это на самом деле божественный подарок. В честь грандиозного события сотрудники музея организовали незабываемое шоу. Прямо на древних раскопках Горгипи. Сцены с циклопом и на тавром погрузили зрителей в мир древнегреческих легенд. Яркое завершение представления – сцена с золотыми яблоками из сада Гесперит. Мне кажется, событие очень важное, потому что, во-первых, очень много воочию увидели, да, передачу этого, как сказать, благотворительности. А во-вторых, очень приятно слышать, когда люди совершают такие поступки, тем более присутствовать при этом, все это знать. Я думаю, очень важно, потому что человек, который будет знать о своих корнях, будет знать, что ему делать в будущем. В завершении вечера директор археологического музея Ольга Казакова поблагодарила администрацию города-курорта Анапа и всех, кто принял участие в празднике. Театрализованное представление – одна из новых форм работы музея. В следующем году анапчанам и гостям курорта все лето будут показывать такие представления. Сейчас решается вопрос об обновлении фасада комплекса. А значит, лицо главного исторического памятника муниципалитета станет еще красивее и привлекательнее. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион.